Главное, о чем сегодня хотелось бы рассказать, это о новой сне в сексе. Энергия новизна в сексе, она крайне важна. Почему у мужчин начинает пропадать желание? Почему у нас уже... Мы стали с такой ситуацией, когда падает либидо, падает желание секса. Мужчина отдаляется, ему становится как будто бы скучно. Однообразие, либо отсутствие разнообразия. Страсть, любовь, это интерес, любовь, это новизна. Страсть, сексуальное желание, сексуальный нрав, это тоже интерес и новизна. Если у вас две техники минета, три позы в сексе, кунилигус ты стесняешься или он не любит, ну как бы все, вы обречены просто на то, что вам станет скучно друг от друга. Обязательно нужно носить новизну. Но для того, чтобы ее носить, нужно понимать, с чем ты имеешь дело. Я прекрасно понимаю девушек, которые говорят, ну блин, Ань, легко сказать, носи новизну. А что это, где ее брать? Я расскажу сегодня, где ее брать. Девушки есть, которые стесняются делать в мини. Почему? Потому что не знают, не понимают, как работают эрогенные точки на теле мужчины. И это не их вина. Вина ничья. Просто этого нигде не учат, кроме как на таких курсах, как у меня. Будем сразу, без раскачки, двигаться в интересное. И начнем с того, вот здесь на темном фоне хорошо, особенно обидно, да? Начнем с того, на чем закончили мы в прошлый раз. А именно на эрогенных зонах мужчины. Сейчас давайте продолжим с самыми интересными точками, с самой нашей горячей части члена. Он подрос, мы его полоскали, он подрос, он стал чувствительным, понимаете? Он вырос. Даже вес не влез, обрезали его. Что мы знаем на головке? Первая треть, да? Это у нас все будет первая треть. Выход уретры. Точка у. Уздечка. Понятно, да? Уздечка можно. Щечки. Подведничная оборостка. Поясок удовольствия. Крайняя плоть, если есть. И с обратной стороны, купол головки. Вот такое скопление всего в одном месте. И венка наша идет, не забывайте. У члена есть щечки, у него есть уздечка. По центру идет уздечка, по сторонам уздечек. Щечки. Сверху, на макушке, на себе показываю. Точка у, выход уретры, который тоже можно ласкать. Можно взять точечным язычком. Можно ласкать каким-нибудь тренажерчиком. Взять, допустим, такой тренажерчик с усиками. Одно усико смочить. И в уретру. Дальше что? Подвенечная оборостка. Поясок удовольствия. Все, что под щечками, под головкой члена, тоже мега-мега приятная зона. С обратной стороны, полая, пологая вещь. Зона – это купол головки. Купол головки мега-чувствительный. С ним нужно быть аккуратно. Давайте теперь про чувствительные и такие опасные, скажем так, зоны. Купол головки натирается так же быстро, как ваш клитор. Если ваш клитор и так утереть, вас станет больно, неприятно, скажете, все, 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 пожар, пожар, горю, не трогайте меня до завтра. Купол головки. Ты ласкаешь его раз, два, три, четыре и делаешь перерыв. Раз, два, три, четыре на основание члена. Раз, два, три, четыре. Купол головки, потом раз, два, три, четыре на основание члена. Иначе, если ты все время будешь этот купол тереть, две вещи могут произойти. Ну ладно, три. Первое. Он анимеет, затупеет его чувствительность, снимется чувствительность, и он просто не сможет уже кочить. Ты уж как ни тери, просто анимение, и все. Два. От гиперчувствительности он станет горячий, болючий, болезненный, неприятный любые твои ласки прикосновения. Тоже, довести до рогатства не сможешь. Три. Он может слишком быстро кочить. Пшик. Смотри-ка, все. Локальный оргазм. Смазки. Возвращаемся сюда. Смазка на водной основе подходит нам для оральных ласк. В принципе, для вагинальных отлично тоже подходит. Для мануальных не очень. Почему? Смазка на водной основе быстро высыхает и остывает. Она, ну, как слюна. И когда мы делаем мануальную ласку, у нас нет никакой дополнительного источника жидкости. Когда мы делаем, например, оральные техники, то смазка на водной основе может нам помочь, если у нас не хватает слюны, чтобы все лучше клюпало там и так далее. Для мануальных же техник я рекомендую силиконовую смазку или масло. Но масло не массажное, не массажное масло, которое масло для интимного массажа тела. Там, да, не просто масло для интимного массажа. Читаешь состав, а там Е544-5-6-7. Гидрогарба, координат, там такие слова, которые не надо. Просто в точку У, чтобы ствол мужчины затекало. Не надо. Масло массажное, интимное, это только для тела. Телом по телу, там грудью повозить по его телу. На член вылагающее только если там масло косточки винограда, масло кокоса, самое чистое, самое органическое, натуральное и так далее. Понимаем? Для мануальных ласк мы берем смазку на силиконовую основу, потому что она не высыхает, она обеспечивает продолжительное скольжение. Она обеспечивает легкое и удобное скольжение. И когда у нас есть эта вот скользота и влажность, нервные окончания члена мужчины более восприимчивают твоим ласками. Здесь помним, да, про точку У. Точку У мы ласкаем пальчиком, язычком, либо тренажерчиком тонкого проникновения. Щечки, язычком. Играем с уздечкой. Купол головки я уже рассказала. Он чувствительный. Три секунды на него, три секунды вниз. Сейчас пару слов про якорение. Якорение у нас бывает телесное, ментальное. Про телесное якорение я уже рассказала. Например, да, он, у него оргазм заякорен, что под оргазм он поджимает яички. Ты не даешь ему поджимать яички, он не кончает. Все. У него в мозге просто идет сбой программы, сбой программы. Не могу кончить, да. Или второе, наоборот. Ты хочешь, чтобы он наконец-то кончен, ты берешь яички и поджимаешь, 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 делаешь ему спазм, делаешь ему небольшую вибрацию, да. Прям поджимаешь его, сокращаешь ему вот эти вот концы. Тоже вызываешь у него оргазм. Он еще никак не кончится. Ты берешь ему и вот эту вот трубочку, начинаешь ему ходик стимулировать. Начинаешь его стимулировать на выход. Только ходик. Весь член на ход, а венку эту на выход. Все. Тоже начинаешь ему вызывать оргазм. Дальше. Якорение может быть и ментальное. Например. Каждый раз в сексе у вас звучит радио. Не знаю. Или ты включаешь определенную там музыку на ваш секс. Джаз. Да, все. Ты включаешь джаз. Сначала когда вы легли в постель, вот у вас секс случается, вы легли в постель, и ты включила ему джаз. Все. Он такой, вау. Секс под джаз. Хорошо. Он кончил. Да, еще плюс оргазм произошел. Что происходит? Вы занимаетесь сексом, он никак не может кончить. Ты включи необходимый джаз. Возможно, это стало частью уравнения. Да? Так, так, так. От свечи. Вот. Следующее. У вас нет секса? Включи джаз. Просто включи джаз и начни ему делать какой-нибудь массаж тела. Вернется секс. Понимаете? То, как ты его заякоришь. Например, ты одеваешь определенное белье часто перед сексом. Да? Ты во время его оргазма делаешь определенную стимуляцию. Да? Следующее. Это же более телесно-ментальное. Мужчина, когда кончает, ты берешь и жмякаешь ему бедра. Он там на тебе вот так вот, и ты так вот лежишь, такая. Зик-зик. Да? То есть, как это выглядит. Зик-зик. Легко, приятно, в удовольствие. Ничего сложного. Взяла и поджамкала ему попочку-ягодицы. Что произошло? Ты его заякорила, что на момент того, когда он в тебе оргазмирует, ты ему делаешь стимуляцию ягодиц. Когда он оргазмирует какое-нибудь удовольствие? Он, я в своей женщине, боже, как мне приятно. Ай-яй-яй, как это хорошо. Я сейчас не буду здесь, я сейчас кончу. Вау, я возбужден. Представь себе ситуацию. Он пришел с работы. Ему вообще нахрен не интересен никакой секс. Он хочет только пиво и Мухтар сериал посмотреть на телевизор. Все. Поиграй в танчики. Подходишь к нему и говоришь, милый. Я так соскучилась. Понимаешь, что произошло, да? Ты говоришь, я так соскучилась, обняла его и за попочку. Что произошло? Ты включила реакцию. Вот этот вот, вот эта реакция, движение, которое ты сделала, вызвала в голове. Секс, это хорошо. Я хочу получать удовольствие. Я возбужден. Я внутри своей жены получаю удовольствие. А-а-а, как хорошо сейчас кончу. Он стоит и думает, что же я как дебил стою и не в жене, и не кончаю, и не кайфую за удовольствие. Я же возбужден. Я же хочу быть там. Ты обратной реакцией, обратной цепочкой включаешь то, что тебе необходимо. Вот как работает якорение через сознание, через подсознание, через тело. Якорение на любовь, быть дома. Тоже, извините, пожалуйста, важная вещь. Бытовое якорение. Если вы страдаете от того, что мужчина постоянно, не знаю, он задерживается на работе, он не хочет приходить домой, он пришел домой, бежал к пацанам в бар, там еще что-нибудь, подумайте, а как его встречает его дом. Если в коридоре срач, поверьте мне, это будет неблагоприятная ситуация для того, чтобы удержать мужчину в доме. Мужчина, потому что срач в жизни, на работе, в финансах, там, на дороге пробки, на улице тоже срач. Он хочет прийти домой, вот открыл дверь, и сделать вот так, чтобы было вкусно пахло, не обувью там, да, и намазкой на обувь, а не знаю, там, лавандой, блин, баргамотом, проветренно, чтобы было. Чтобы он зашел домой, и после хаотичной жизни, этой реальности, у него все было, висело под струнку, чтобы у него все было красиво, чтобы у него все было опрятно. Чтобы он вошел домой, такой, идет домой, блин, пробки, блин, мусор, блин, шум на дорогах, на работе говно, а-а-а, заходит домой, такой, а-а-а-а. Вот, ты его заякорила на удовольствие возвращаться домой. Дальше пускай у тебя будет там бардак в спальне, в белье неразвешено, еще что-нибудь, но в коридоре, чтобы была чистота. Сейчас другое время, сейчас у нас карантин, да, как сейчас работает это якорение. Создай для себя какую-то стратегию поведения, которая есть повторяющаяся. Например, каждое утро ты ему говоришь, доброе утро, любимый, я так счастлива, что этот карантин провожу с тобой. Либо каждый день, ты вот, каждое утро ты ему готовишь чашечку чая, чашечку кофе, не просто иди сам себе приготовь, а вот ты пришел для себя, он все равно пьет кофе по утрам, и ты каждое утро будешь делать ему ее сама. Или если вы живете одни, ты каждое утро кофе приносишь ему голое, неважно, знаешь, снег или понос, тампон у тебя висит там из вожайной или еще что-нибудь, ты ему каждое утро кофе приносишь голое. В кровать, на стол, на кухню, ссорились вы, не ссорились, пришла голая, сказала, сука, я еще злюсь, на. И все, возьми для себя дисциплинированное, повторяющееся событие, которое имеет позитивный смысл подтекст с элементами интима, возбуждения и духовной близости. Телесной и духовной близости. Выбери для себя сама. Каждый день ты ему ласкаешь мочкой ушей. Каждый день ты его жмякаешь за попу. Ты трогаешь его промежность, не означая в течение дня несколько раз. Это тоже начнет его уже якорить. Он такой проснулся, яйца по часам, такой танчик ей открыл, такой сидит, а ты ему такая взяла, чика-чика-чика-чика, ушко, он такой, о? О, я забыла, что у меня есть жена. Ты такая прошла еще, ему по промежности привела рукой, он такой, о? Я забыла, что я мужик. Оказывается. А ты еще прошла такая по попке, шмяк-шмяк, он такой, ух ты! Я забыла, что можно, оказывается, еще любить, заниматься сексом. Теперь вспомнил, благодаря тебе. Я вас люблю, я вас целую, я вас обнимаю, посылаю на свою любовь. Пишите мне комментарии, пожалуйста, ставьте мне лайки. Мне будет реально от этого очень приятно. Я за этим слежу, я читаю, даже если не читаю, отвечаю на комментариях, читаю. Вот, я вас целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...